Зелёная Тара 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 Луны, идущая вниз. День 14 октября, день Покрова Богородицы, тоже в Матрице 9. Смысл праздника Покрова Пресвятой Богородицы – в этот день произошло явление Девы Марии, которая прошла по воздуху через царские врата, сопровождаемые двумя Иоаннами, Иоанной Притечей, прототип Ивана Купала, Иоанном Богословом. Она сняла с плеч покрывала Омафор, которая сияла, как лучезарное светило. Покрыла всех людей на площади этим сиянием и под Покровом снизошла на всех благодатная защита. Вспоминаем слово Омфал – это срединный камень силы у этрусков. Камень Фаль – это камень судьбы у кельтов. Наша Латырь – камень. Все эти камни – это энергии перехода или золотой середины. Значит, здесь покрывала Омафор. Мы понимаем, что это энергия перехода. Итак, на площади Богоявления в городе Орле, заложенном как засеченная крепость Иваном Грозным по фамилии Рюрик или Солнечный Сокол, в день создания нового цикла под Покровом Девы Марии, мать Ари, при незримом присутствии двух Иоаннов, Притечи и Богослова, добавился памятник третьему Иоанну – Иоанну Грозному, названному так в честь Иоанна Златоуста. Итак, три Иоанна, в сумме еще три девятки. 14 октября 2016 года солнечная правосторонняя спираль закрутилась на Богоявленской площади. Девяток в этом событии разбросано очень много. Год рождения Грозного по старославянскому календарю современному – 7038 год в сумме 9. Год венчания на царство тоже в сумме 9. То есть я достаточно много насчитала девяток, и должно быть много разбросано по всей пирамиде в каждом событии Матрицы Грозного. Сама пирамида с вершиной Бога Ра – число Бога Ра 13. То есть на открытии памятника Грозному мы наблюдали наше собственное ритуально-сакральное действие по раскручиванию солнечной правосторонней спирали. В последнем разведопросе у Сергея он рассказывал о пахтании Мирового океана. Пахтание – это раскручивание священной горы или камени Омфал в разные стороны девами и асурами, веревкой в виде змея, символа бесконечности энергии числа 8. Взбивая молочный океан, мы получаем эликсир бессмерти Амриту, то есть поддерживаем бесконечное движение во Вселенной. 14 октября мы раскрутили свою часть в правую сторону, а наши партнеры, как говорит Путин, крутят влево. То есть процесс сбивания пахтания идет очень активно. Наша русская цивилизация – это правосторонняя солнечная спираль, сварга, расширяющаяся вверх, захватывающая в свою орбиту территории народа, соединяя здравствуй. А коллективный запад в лице США – это левосторонняя спираль, воронка, сужающая вниз, как пылесос и поглощающая ресурсы, и убивающая в войнах другие народы. Это разделяя и властвует. Главное, значит, правосторонняя и левосторонняя спирали – это вектор цели. Так как сами энергии Янь и Инь, Солнце и Луна не имеют характеристик «хорошо-плохо». Это природоподобные энергии, подъем энергии, спад энергии, точка перехода. Ведь, чтобы родить, зерно должно, например, разрушить свою оболочку и возродиться снова, и так до бесконечности. То есть, если мы сознательно вмешиваемся в природоподобные процессы и забираем жизнь у человека, то мы сразу выходим на понимание добра и зла, вектора наших целей – правосторонней и левосторонней спирали. Итак, начнем. При каком мироустройстве жил Иван Грозный, и как оно влияло на его миропонимание? И наш календарь дает возможность понять, как используются известные нашим предкам вибрационные циклы природы в современном мире. Но не нами уже, а глобальным предиктором. Для того, чтобы мы не понимали, что готовится, когда это будет происходить, и какие силы будут в этом процессе задействованы. Вот для этого и убирался Петром Первым, глобальным предиктором, наш календарь – круголет или календарь. Иван Грозный По этому календарю наших предков Новый год, новый отсчет начинался с 22 сентября каждого года. Сегодня у нас в 2016 году с 22 сентября начался 7525 год, эпоха Волка. Как устроен календарь Каледы Дара? Наши предки использовали знания не только о солнечной системе, о солнечных циклах, влияниях планет, но и знания обо всей Вселенной. Так известно, что солнечная система имеет цикл солнечной активности 11 лет, цикл Швабер, полный цикл 22 года, цикл Хейла, когда в каждом из 11 циклов Солнце меняется магнитное поле. Это еще открыл Чижевский. Существуют циклы солнечной активности 70, 80, 80 и 90-100 лет. И тысячелетние циклы Холстата и длинный цикл в 2300 лет. Глобальный предиктор использует циклы солнечной активности. Это и есть его магические числа 11 и 22. А наши предки использовали как циклы всей Вселенной, так и циклы Солнца, что указывает, что славянский календарь явно остался от цивилизации более высокого порядка, или что мы потомки той цивилизации. Базовые числа в старославянском календаре это 3, 7, 8, 9, 16, 22, 40. Особенно важна девятка. Итак, неделя состояла из 9 дней, а не из 7, как сейчас. Особо отмечена среда, которая называлась третейник, подчеркивая третичность, троичность, трехмерность, трехразмерность нашего мира. После семерки, седьмого дня, шла осьмица, ось мира. Переход из одного мира в другой, из одного энергетического состояния в другой, или возврат на круги своя, наша современная бесконечность. Ось мира. И отделяла один мир от другого, старый от нового. И затем девятка, шла девятка, которая называлась неделя. Нет дел. Такое название осталось и в украинском языке на воскресенье, неделя. То есть нет времени для материальных обычных дел, а есть время для создания нового духовного задела, нового духовного мира. То есть девятка – это начало нового цикла. И это нам сразу указывал наш календарь. Круголёт рассматривал только движение вверх к высшим сферам. Имел 9 чертогов и 9 циклов, повторяющие все виды природной энергии, ее переходных состояний. Год состоял из 40 недель по 9 дней, что равнялось 360 дней в году. Точно такое же количество было в египетском календаре. Также год можно было считать через количество месяцев. 9 месяцев по 40 дней. А высокосный год по 41. Год считался 9 сороков. Что считай по неделям, что считай по месяцам и дням. А 40 сороков – это эпоха в 1600 лет. С высокосными днями – это 1620. 9 месяцев называлось по количеству звездных чертогов или фекторов на звездном небе, через которые проходит Земля, вращаясь и двигаясь во Вселенной. У нас это сейчас 12 знаков зодиака, соответственно, 12 месяцев. А у наших предков созвездий, через которые в течение года проходила Земля, было не 12, а 16. Вы можете часто видеть 16 лучей на изображении старославянских солнц. Так, кстати, на прошедшем саммите в АТС в Перу, где присутствовал Путин, эмблема была – это три вложенных золотых солнца на красном фоне с 16 лучами. Это все тоже раскручивание энергии или пахтание молочного океана в нашу правостороннюю сторону. То есть, исходя из эмблемы саммита, там должны были приниматься решения в пользу русской модели развития «Вверх». Отражение девятизвездных чертогов на Землю отображало у наших предков и три пары года – осень, золотая срединная энергия, энергия соединения, зима, инь, весна, ян. И называлось это три пары рока на украинском. Так и осталось. То есть, по воле рока – это по воле природных стихий, связанных с устройством мироздания Вселенной. Каждой паре рока – сезонье по три месяца, где каждый месяц по 40 дней, и все вместе называлось «Лето», а не «Год». Один круг нашей Земли по звездному небосклону через 16 созвездий составлял 16 лет. И, проходя через все девять чертогов или звездных стихий, создавалось периодичность 144 лета. Это и есть один круг жизни. То есть, человек, как минимум, должен жить до 144 лет. Сейчас мы живем по китайскому гороскопу из 12 зверей и с теми же 12 созвездиями. Они привязаны к месяцам года. Убрав наших 16 созвездий, 9 чертогов, глобальный предиктор спрятал часть знаний. Но сам нашими знаниями пользуется. Например, числом 22, как началом нового цикла во Вселенной, который приходится на осень. Глобальный предиктор привязал начало финансового года к 1 октябрю осени, а налогового года к 1 апреля весне. Аналогично было разделено начало года и в разных цивилизациях. Например, начало года весной было в Римской империи, а начало года осенью было в Византии. Так как финансы глобальный предиктор считают, что должны собираться осенью, во время сбора и планирования нового урожая, а налоги должны непрерывно возрастать и обновляться, как весной с новым рождением природы. А вот зимой в наш Новый год все застывает и умирает, а мы строим планы. Почему-то, да? Например, обратите внимание, что в США и в Евросоюзе финансовый год начинается 1 октября осенью, а в Англии, Японии, Гонконге, Катаре, Индии, Канаде это с 1 апреля весной. Также используют глобальный предиктор эти циклы осень-весна для запуска революции, как в 1917 году, так и на Майдане в Киеве. Числом 144, как полным циклом любого процесса, тоже пользуется глобальный предиктор постоянно. Так, например, из последнего 144 пункта должна выполнить Украина, чтобы получить безвизовый режим от Евросоюза. Так, на бессознательном уровне глобальный предиктор переформатирует Украину. А число 9, как цифру, начинающую на подъеме нового цикла, глобальный предиктор используют при глобальных поворотных событиях. Например, 9 сентября 2001 года при взрыве башен Близнецов, которые прошли как 9-11. В природе 9-ка, это и 9-й вал, и 9 баллов землетрясений. Это наглядные доказательства, как идет усиление энергии на цифре 9 от вибраций Вселенной, создание нового на подъеме. В связи с этим мы можем делать прогнозы на развитие событий от узловых точек, которые нам уже известны, и предполагать, что может планировать глобальный предиктор. Например, 1917 год, революция, создание красного проекта СССР и двухполярного мира, мир социализма, мир капитализма. Прибавляя солнечные циклы активности в 70, 80, 90 и 100 лет, мы получаем следующее. Через 70 лет должно быть завершение цикла революции. 17 плюс 70 – это 87-й. Перестройка. 80 лет – это разборка проекта и переформатирование, то есть с 87-го по 97-й. 90 лет – это создание нового цикла. 2007 год – это речь Путина в Нюнхене о прекращении однополярного мира и создании многополярного. Какой прогноз мы можем сделать еще с этим? Еще 10 лет – с 2007 до 2017 года глобальному предиктору будет необходимо время на установку многополярного мира, где вместо двухполярной системы будет трехполярная. Глобальный предиктор выстраивает три системы. Россия, энергия, солнце, яй – разворачивание процессов, соединяя и здравствуй. Китай, дао – середина, дезразвитие, ксерокс. США и сворачивание процессов, разделяя и властвуй. То есть с глобальным предиктором в это десятилетие нам по пути. А дальше пойдет столкновение этих трех систем, которые глобальный предиктор будет использовать одну против другой. Нам надо успеть что-то сформулировать самим за эти 10 лет относительно спокойной жизни, какую-то идею русского мира. Значит, также идут циклы и в соотношении, например, мир-война. Главная точка последнего отсчета – это победа 9 мая 1945 году. Мир должен был продержаться стабильно 70 лет до 2015 года. Потом как раз начался активный пересмотр итогов войны и ялтинского устройства мира. В 2015 году – это и вход России в Сирию, где все уже мировые страны присутствуют и участвуют в войне. И попытка начать Третью мировую войну через Турцию. Война в Украине. Все аналитики говорят о том, что она стартовала раньше, должна была начаться с Майдана, который тоже должен был начаться в 2015 году. И Боинг должен был быть сбит в 2015 году. То есть там пошел сбой по энергиям и датам. Поэтому у нас появился люфт, Минские соглашения на эти вот ближайшие годы. Но и наша девятка сработала в ответ. То есть 9 мая в 2015 году она запустила, так сказать, массово бессмертный полк. Явление подобной реинкарнации. Мертвые стали рядом с живыми, что и будет поддерживать эту спираль из наших девяток вверх. Не случайно Путин вышел с бессмертным полком через 70 лет 9 мая, поддержав наше ритуально-сакральное действие. Чтобы не дать в полной мере раскрутить нашу девятку, глобальный предиктор заставляет честь мира праздновать окончание войны не 9, а 8 мая, отсоединив от нас народы, с которыми мы вместе победили в войне. Таким образом, чтобы уже не получалось совместного раскручивания, пахтание солнечной спирали вверх. Всеми народами к нашему варианту миропорядка. К нашему делу правому, к нашей правосторонней спирали, где победа должна была быть за нами. Итак, прогноз по войне. С 2015 года 70 лет был мир. С 45-го плюс 80 лет, это с 15-го по 25-й год. Это будет 10-летняя постоянная полоса нестабильности, запущенная уже сейчас через ИГИЛ, но без мировой войны. А вот с 25-го по 35-й год, 90-го лет, с 45-го года, возможно, Третья мировая война. Или уже начало нового мирового порядка. Должна прийти новая мировая религия, возможно, ею будет полное безбожие, так как к 2033-му году заканчивается другой цикл солнечной активности тысячелетней. В этот цикл заложено окончание библейского проекта. Возможно, сам глобальный предиктор демонтирует библейский проект, скрыв заложенные в нем механизмы саморазрушения, которые он же и заложил ранее. В Европе Ватикан уже, скажем так, приговорен. Канонический ислам через ИГИЛ тоже пытаются дискредитировать и разрушить. То есть, опять же, если мы за эти ближайшие 10 лет не родим концепцию русского мира и не добавим, например, как обсуждал Дима и Сергей, и ты, что к КОБу, если мы не прибавим пункты 7, 8, 9, вплоть до 10, чтобы система КОБ сложилась в полную саморождающуюся, самовоспроводящуюся систему, то нас может ждать или Третья мировая, или новый глобальный порядок в новом условии глобального предиктора. У нас сейчас есть действительно 10 лет передышки, когда нам с глобальным предиктором по пути. Как говорит Пякин, надо использовать попутный ветер. То, что планирует глобальный предиктор, видно согласно ритмам природы и им же заложенных событий в прошлом. Мы могли это бы видеть по нашему календарю, который мы уже не помним, но который знали во времена Ивана Грозного. То есть Иван Грозный жил в другом летоисчислении, привязанном к звездным чертогам и к их отображению в виде времен года, к их круголету. И имел другое миропонимание. Он, как минимум, имел знание о цикличности процессов и их непрерывности. Хорошо знал астрологию, сам составлял прогнозы событий. Времена года отображали процессы, когда что начинать, продолжать и заканчивать, сообразно космическим стихиям. Не просто время собирать и время разбрасывать, дуализм вместо троичности, а была троичность. Время собирать, разбрасывать и сохранять собранное, и обязательно закладывать новые планы на следующее лето-год. То есть была троичность. Не будет новых планов с учетом старых ошибок, будет повтор без развития. Он знал, что в нашей истории 7000 лет, и что человек – это божественное создание по образу и подобию Отца Небесного. Ни о каком мировоззрении типа Дарвина не могло быть и речи. Какое миропонимание давал круголет? Исходя из круга лет, у русского человека было и другое миропонимание, так называемый космизм русского человека, который современные психологи определили, как космопсихология, присущая русской душе. Вот почему русский человек не привык смотреть себе под ноги и развивать свою жизнь сообразно узкому пониманию своей жизни условно, как говорит Задорнов, жить для туловища. Потому что это идет полностью вразрез с его представлением о мироустройстве. У него взгляд всегда был вверх, к небесным чертогам и к непрерывному движению, что и определяло его жизнь вверх, к мысли о божественном и всеобъемлющем устройстве космоса. Это и влечет и широту во всем. Нужно ли было глобальному предиктору всеми силами убирать правильное представление о мире через Петра I и масона Якова Брюса, уничтожить древний календарь? Конечно. Кстати, по ломному календарю Якова Брюса мы сажали, сели и собирали урожай до 2012 года, до смены эпохи леса, когда сменилась она эпохой волка. Итак, космизм и использование циклов природных стихий, как это было при Грозном? Мы увидим, в чем наше отличие и как мы оторвались от эгрегора наших общих предков и их всех знаний. Все это было в нашем круголете. Итак, времен года у наших предков было три цикла, три пары рока. Оусень, зима, весна. И все это составляло один год лета. Год начинался с Оусени, так как буква О – это завершенность круга, некая самостоятельная структура, полный цикл чего-либо. Буква О – Оук, обозначала связь с сенью. Вспоминаем бессмертные слова Пушкина, да? Значит, срастался наш союз под сенью дружных мус. А слово сень читаем по буквам. Значит, буква С – слово, поток Е – это есть бытие. Н – наше знание предков, то, что известно нам и нашим предкам до нас и после нас. Мягкий знак – это то, что сотворено без участия человека. То есть, Оусень – это законченная энергия процесса, сформировавшаяся в круг, полный цикл и связанная со знаниями наших предков, по-современному, скажем, с большим как бы эгрегором наших родов. То есть, через поток энергию слова, приходящую и уходящую туда к предкам. То есть, сень – это в сегодняшних терминах – это совокупное множество эгрегоров наших предков. Например, отсюда сеньи, через которые входили в каждый дом семьи, писалось с добавлением «и» в конце, где «и» – это связь данной семьи со знаниями предков через свой собственный поток сеньи. Сеньи – это частный поток семьи, это атмосфера, которая создается словами, которые звучат в доме между членами рода. Это то, что первично должно быть в любой семье, что подчеркивало вход в любой дом через сеньи. Народная песня «Ах, вы, сене, мои, сене» – это наставление молодой девушки, где раскрывается сюжет нарушения родовой программы кармы через смысл слова «сени». «Сени, новые, кле, новые, решетчатые». Все эти слова описывали все события данной истории в песне. Там девушка не послушала гробного отца и спотешала молодца. А смысл припева «Ах, вы, сене, мои, сене, новые, мои, сене, новые, кленовые, решетчатые» таков. Клен – это было у славян дерево, олицетворяющее живого человека. Гроб домовины из клёна не делали. Говорили, в живое мертвое не кладут. Клен олицетворял пару человек – парню, девушку, девушке, парню. Если сватались к девушке, то вкапывали под домом клен. А девушка повязывала ленты. Ответ положительный. А вот объяснение, что такое решетка или решетчатая, осталось, как узор народных вышивок, который обозначает огонь. И чаще всего погребальный огонь. То есть девушка, не послушав грозного отца и спотешая молодца, сожгла в погребальном огне свои сени, свои мечты о союзе с молодым человеком, своим недостойным поведением. Там ещё «Ах» и тоже имеет много значений, вы узнаете это в конце. То есть мы рассматриваем его пока как символ восхищения «Ах» и «Сеня», но это имеет ещё более глубокий смысл. То есть погребла, уничтожила свою новую светлую жизнь, испортила родовую программу данной семьи «Читай карму». Вот такая весёлая песня. В ней была наука молодым и предостережение. Итак, «Сеня семьи» – это поток образов, слов и заповедов от рода, под которыми должен был жить молодой отрок. Хранимый отрока предками по судьбе рода. «Сень» – это объединённый поток знаний предков. А «Оусень» – это поток знаний всех родов предков, закольцованный в круге лета. Из общего потока всех родов взяли часть знаний и закольцевали в повторяющиеся циклы. Тот, кто хотя бы понимал знания одного круга, был в коне. Круг знаний назывался кон. Тот, кто понимал знания многих кругов, был, можно сказать, повелитель колец. То есть помним, что у нас глобальный предиктор ничего не придумывает. Он переписывает, интерпретирует, так как у него не работает образное мышление, правое полушарие. Потому что, чтобы иметь безразмерность и бесконечность образов, надо быть творцом и подключённым к Богу. А у Люцифера ограниченное пространство уже созданных образов. Он их только интерпретирует. Поэтому сегодняшняя эпоха постмодернизма, которая у нас процветает во всём, явно показывает, что людей, ничего не умеющих создавать, кроме как переписывать с искажениями, с издевательствами прошлое, у нас достаточно много. И это люди подвержены, скажем так, сатанизму. То есть очень просто. Не можешь ничего создать новое. Живёшь просто, не искажаешь события. Это хотя бы середина без знака плюс или минус. Берёшь прошлое и вносишь искажения со знаком минус. Это чистый работник нижнего мира. И только творец, подключённый к Богу, может создать что-то, как мы говорим, божественное, очистительное. Вплоть до катарсиса, чтобы пережить. С осени начинался наш год лето. Итак, периоды осень, зима, весна, все вместе они назывались одним словом «лето». Поэтому спрашивают, сколько вам лет. Есть летопись или летописец, но нет, там, годописца, да? Отсюда и понятие. Камуть в лето, перейти реку забвения лета. Пройти сквозь свои лета и уйти в вечность или забвение. Календарь, кроме названия Каледедар, ещё имеет название в связи с кругом лета. Круголёт. Слово «летать» тоже от слова «лето». Летать под звёздными чертогами. Это и есть «пролетают лета». Эти три периода года у нас олицетворяют три энергии, из которых всё состоит во Вселенной, как цикл сменяющихся энергий. Всё во Вселенной непрерывно колеблется и движется. Осень, золотая середина гармонии равновесия, сбор урожая, подведение итогов, планирование на следующий год. Зима – энергия инь, энергия увядания, замерзания, умирания. Весна – янь, солнце, возрождение, оживление, развитие. Физики – это аналоги движения, покоя и равновесия. И формула их сохранения, и перехода одного в другое. В политике глобального предиктора – это разделение стран и центров силы на ян, энергия солнца, рост – это Россия, инь, энергия спада США. Третья – это срединная энергия без вектора цели Китай. Где китайская религия Дао – просто срединный путь без Бога. Ведь когда Бога нет, всё превращается в ксерокс. Эту энергию можно повернуть в любую сторону. И очень сложно что-то придумать. То есть постоянным сдерживанием и уничтожением одних другими глобальный предиктор контролирует развитие человечества на Земле, не давая ему выпрыгнуть из замкнутого круга. А ещё лучше – опускает ниже, по духовной спирали. Каждый из этих периодов года – осень, зима и весна – разделён на три подпериода, аналогичный которой – рассвет, середина, увядание и переход на следующее состояние. Итого, в году летит было 9 месяцев, аналогично и в любых других процессах. Прочтём слово «лето» по буквам старославянским. Л – люди, Е – есть бытие, Т – твердо установленное свыше, О – непрерывный цикл. То есть «лето» – это есть жизнь людей, установленная твёрдо свыше, Лето Всевышнего, по непрерывно сменяющемуся циклу «лето». Лето у славян-ариев – это мать всего сущего. Так как у нас в России не осталось ни одного подлинного документа старше 300 лет после Петра I, есть единичные там 500-летние записи в летописях, придётся восстанавливать смыслы через цепочку илинских, этрусских, египетских, ведических легенд и мифов. Лето у нас более полно описано в этруско-греческих мифах или илинских подвидах богини Лето, названной Лото или Латона. Легенда про Лето или Лото. Лето. Лето пришлось долго скитаться по всей Земле, и она дошла до горы Парнас в Дельфах, и в пещере змея Пифуна родила рядом с пупом Земли, точкой перехода энергии, камнем Омфау, двух близнецов – Аполлона, бога Солнца, и Артемиду, богини Луны. Вставим на лекцию про дельфийские и пифийские игры. Герб России. Омфал – там, где у нас пуп Земли, или Алатырь – камень, или камень-фаль у кельтов, или Омафос – покрывало у Богородицы. Это точка перехода, где нет времени, есть возможность родить новую жизнеформу. Звук Ом – это вхождение в состояние перехода и без времени. Камень рождения Омфал в Дельфах охранял сам Зевс, посылая к нему птиц с разных сторон света, олицетворяющих три энергии. Двух Орлов – энергия Ян, двух Лебедей – энергия середины и соединения, двух Ворон – энергия Инь. Орлы и Лебеди – символы России. Орлы у нас на гербе, а Лебеди – символ богини Лето, остались в виде и царевны Лебеди, и сказки гуси Лебеди, и до коврика с Лебедями в каждом доме, и до Лебедей на свадебном каравае. А вот Вороны – это символ Британской империи. Девять Ворон, находящихся на постоянном государственном содержании Британской империи, в крепости Тауэр, находятся уже несколько столетий. И легенда гласит, пока живут Вороны, до той поры стоит Британская монархия. Все Вороны имеют имена мифических киевских героев. От мага Мерлина до ворон бога войны Одина. То есть глобальный предиктор поддерживает постоянное ритуальное действие, обеспечивает энергию смерти и войны. Ворон – это олицетворение энергии разрушения, питаясь падалью энергии смерти. Он это же и олицетворяет. Русская песня как раз и говорит, что «Черный Ворон, что что вьешься над моей головой, ты добычи не дождешься, черный Ворон, я не твой». Отцом детей лета был Вес, бог Титан, который пришел к ней в образе перепелки, бога Птаха, объединяющий все три вида энергии – орлов, лебедей и ворон. Образ бога Птаха будет встречаться у нас во всех древних религиях мира. В месте, где лето родило солнце и луну, и зародился культ богини-матери. Там и был построен храм Дельфы. Вот само слово Дельфа в санскрите – это лона, утроба или матка. В центре круга храма Лето выделялось место – Дельфа, где из двух вытекающих источников – мертвая и живая вода – образовывался водоем в форме Дельты. Буква Дельта от слова Дельфа. И Дельта реки тоже отсюда. В храме горел жертвенный огонь – символ рождения новой жизни, и Дельфийский оракул в центре рождения и пересечения энергии давал свои пророчества на будущее. Девственная Дельфа, еще не рожавшая, называлась Дева или Кора. По-славянски – Кора – оболочка. Отсюда уже и понятен культ Девы или Коры, который мы встречаем по всему миру. Название Карфаген идет от названия поклонения Коре – Деве. Культ Коры – Девы был привнесен в Карфаген в 3906 году до н.э. в честь прощения и покаяния. Карфагенские войска разграбили храм Девы Коры на Фицилии, а вскоре на армию пал Страшный Мор, после чего карфагеняне решили воздать богине почести, чтобы отротить ее гнев. И ввели культ Девы поклонения Коры. Вопрос, не потому ли Карфаген должен быть разрушен? Аналогичный культ поклонения Деве Коре мы наблюдаем в Тибете, в столице Лхаса, на площади Бара Кор. Там все то же озеро в форме дельты. На его месте два храма – красные богини-матери храм Марпа и белый храм Карпа. Это являются официальной резиденцией государственного оракула. Общее количество комнат – 999. Энергия правосторонней спирали, которая раскручивается и поддерживается ритуальным хождением по площади перед дворцом. То есть там идет пахтание молочного океана. Можно сказать, что наши люди крутят спираль в нашу сторону. Во всех культах Дева символизирует начало нового цикла. Дева – божественное число 9-9 Дева. Связь числа 9 с Девой можно проследить во всех культурах. Например, в древних кельнских германских мифах, у пиктов в Эльсе, в Ирландии, в Скандинавии, Галии, Каталонии и Берии. 9 Дев связаны древними религиями в большой части нашей планеты. Число 9 на санскрите звучит как «нава» – «новый», «наван» – «нанва». То есть «наван» – «девятка» – это конец и начало совершенно нового цикла 10. То есть наши планы должны быть минимум на 10 лет, даже не пятилетки. Самое распространенное имя «Иван» произошло от санскритского слова «наван». Поставив впереди букву «и», которая обозначает соединение неба и земли двух миров, мы получаем славянское мужское имя «Иван». «Иван» – это тот, кто может создавать и рождать новые миры, то есть новые мировоззрения, мироустройства, миропорядок. То есть «Иван» – дурак, это человек, не привязанный жестко к предыдущим циклам. Он может родить совершенно новый цикл. Все наши Иваношки-царевичи отсюда. Вот что обозначает имя Ивана Грозного, то есть он обладал изначально способностью создать новое пространство, новое государство. Так его правление получилось, потому что реформа его очень объемная и грандиозная. Мы это рассмотрим в других лекциях. Кроме того, дата рождения Ивана Грозного приходилась на месяц Дьявы с энергией рождения Джива. Получил Грозный свое третье имя Иван, будучи тогда Титом Смарагда, при обряде имя-наречения, которое происходило в 12 лет, 108 месяцев, когда ребенок становился 7,5 во лбу, 124 сантиметра. Это совершеннолетие, с которого Чадо начинает само отвечать за свои поступки, а не его родители. Это и есть возраст для современного уголовного кодекса, занесения собственной ответственности за поступки. А вот Иваны, не помнящие родства, это Иваны, забывшие свое предназначение создавать новые миры во Вселенной. Лучше всех сохранился праздник рождения нового мира в Индии. Праздник рождения нового мира Девы на Варате сохранил все обрядовые детали и традиции рождения нового мира в любых смыслах. У нас изначально такой смысл внес праздник Ивана Купала с очищением огнем и водой и зарождением новой жизни через цвет папоротника и обрядовый хоровод. Этот праздник на Варате, праздник нового круга в Индии. Круг 9 дней, где празднование длится 9 ночей. На празднике танцует танец рождения, хоровод гарба. Слово гарба происходит от санскритского слова беременность, приход рождения сверху. Танец исполняется вокруг глиняного сосуда, в котором горит огонь. Это светящийся фонарь, представляет собой тело и жизнь. Свет – это плод в утробе Вселенской Матери. Танцовщицы танцуют танец гарба или хоровод по кругу, который кратный 9. Первый круг из 9 танцовщиц и далее увеличивается кратно 9, где в центре огонь – это золотая середина рождения. Вращение идет в разные стороны, так как и по правой стороне спирали, и по левой стороне. Так как во Вселенной используются все виды энергии. Славянин – это славящий янь и инь. Крестьянин – это носящий крест янь и инь с точкой перехода золотой середины. Хороводы у славян водили во все дни солнечного равновесия. Хоровод – это символ вращающейся жизни по циклическому кругу времени, от рождения, жизни, смерти и снова возрождения. В славянской мифологии 9 – это идея создания и поддержания Вселенной в форме постоянного цикла возрождения жизни и создания нового в следующем круге. Как говорит Путин – эволюционный круг развития. Эволюция – это богиня лета, кайриндарь круголет, где все движется в развитии. В греческом мифе остались такие подробности и факты, необходимые нам для понимания, откуда эти знания пришли к нам и кем мы были, если это наши знания. Например, что богиня лета сама изначально пришла в Дельфи из Гипербореи, Дарии, в виде волчицы, которая потом перейдет в римскую волчицу с двумя близнецами Ромула Морема. Как ей пришлось скитаться по земле, и была она носительницей древних знаний, которая передала своему сыну Аполлону, получившего в связи с этим второе имя – Аполлон Гиперборейский. Аполлон летал два раза в год в Гиперборею на колеснице, запряженной лебедями. Так как лебедь у нас энергия равновесия и бесконечности, то это цифра 8, где 8 у славян, как мы помним, – это ось мира. То есть, как минимум, два раза менялась ось мира при правлении Аполлона Гиперборейского. Гиперборея изображена на известных картах Меркатора и находится на территории современного материка Арктида в России, который по современным исследованиям дважды поднимался и опускался. Кроме того, символ Гипербореи был лебедь, то есть созвездие лебедь или созвездие Северного Креста, которое указывало путь за северным ветром Борея. А в календаре славян черту к лебедя – это богиня Макош, мать Ковша Млечного Пути, небесная корова, небесная Богородица. И последней ее прородиной есть Гиперборея. То есть, получается, что происхождение мы свое ведем от гиперборейцев. В Гипербореи жили люди-касты лебеди. В Индии осталась память, что это были за древние люди-касты лебедя, которые назывались Хамса. Это была каста титанов, и она была в то время, когда люди могли и достигали в своем развитии высших каст. Это каста титанов, которая тогда объединяла в себе все касты – и ремесленников, и витязей, и волхвов. Вот откуда у русского человека всегда есть сакрализация власти. То есть, осталось на бессознательном уровне памяти, что правитель должен быть три в одном. Сейчас эти функции одного титана, правителя, разнесены до несколько – президент, председатель правительства, главнокомандующий, законодательная дума и суд. А вот Иван Грозный, мы бы сказали, что он был из касты лебедя. Количество реформы им оставленных огромное, как и присоединение земель, которых он удвоил по территории. Лебедь Лебедь – это созвездие Северный Крест, которое всегда видно на территории России. При Иване Грозном произошло одно из гигантских исторических событий в России – присоединение с Сибирьей и Ермаком. До сих пор это событие, в этом событии достаточно много необъяснимых фактов. Как и во времена Ивана Грозного, так и сейчас она трактуется как явный божий промысел. Со времен Ивана Грозного до нас дошла народная легенда, что Ермаку помогали открыть и присоединить Сибирь с Северной Лебеди, и что Ермака были способности волхва, хоть он и был казаком. По уральским преданиям Ермак Тимофеевич считался у казаков полезным колдуном и имел в послушании у себя малую толику шишигов, полезных духов, где дух назывался Шиш. Где рать и не доставало, там он их и выставлял. Вот тебе и Шиш – магический знак. Получается, вот он как пишется, получается, что он создан из трех энергий. Инь, Луна, соединенные буквой И посередине, то есть три энергии справа – это Ян, и три энергии слева – это Инь, всего семерка счастливая. А вот не Шиша – это значит нет помощи от полезных духов. Местные жители говорили, что даже наши охотники всего пути и всех мест не знают, карты не имеют. А он шел по рекам, как будто все знал, где какой поворот и порог на реке. В те времена народ был уверен, что путь в Сибирь и удачу Ермаку по настоящему имени Василию Тимофеевичу Оленину указывали его реальные живые лебеди, которых он держал при себе, которых он спас в детстве из разоренного медведем гонезда. Они были неоступны с ним. Об этом как раз и описал Павел Бажов во вработке народного сказа Ермакова-лебедя. За век бы Ермаку в Сибирскую воду проход не найти, как бы лебеди не пособили. Так считал народ во времена Ивана Грозного. И Ермак доходил до самого Китая по рекам, туда, куда даже местные жители дорог не знали. А путь ему считалось указывали на звездном небе созвездия, как северный крест и лебеди, что на земле и на небе. Получается, что Ермак был из касты лебедя. Казак-воин и волк с полезными духами шишигами. Поэтому обращение к нашим мужчинам. Взращивайте в себе касту лебедя, как у Ивана Грозного и Ермака. А то одного Путина на всех маловато. Так вот, откуда появились сами жители Гипербореи касты лебедя? Это осталось в мифах, что прибыли они со звездой Эль-Дебаран, что в созвездии Тельца или Овна, Быка. Поэтому все культы, посвященные первым богам Титанам или прабогам, описывают их как богов в виде гигантского быка или человека с головой быка. Это и наш Велес. И это все тот же греческий бог Зевс, от которого Лето родило солнце и луну. Сирийский Баал. Все они в мифах предстают часто белыми или золотыми быками, тельцами. Храм в Дельфах был посвящен вместе с матерью Лето и отцу Зевсу, быку. Вот вам и поклонение золотому тельцу. Глобальный предиктор постарался заменить сам смысл этого поклонения. Ведь само слово «бык» отождествлялось со словом «телец» и со словом «дух». А вот «дух Овна» – это и есть наша духовность. Лучше всего описание культа сохранилось в Египте, как культ отдельного быка, белого или черного, который уносил дух человека после смерти или вверх или вниз, преисподним. Наш бог Велес или Волос был в Коте Бог, повелитель дикой природы, который был пастухом как для овец, так и для волков, что указано в круголете в нашем календаре. Имя хозяина природы Велеса у славян помогает понять, как надо жить духовно. Велес – велеть, Волос – волю проявлять. По щучьему велению, по моему хотению, значит по воле. А звездный чертог Велеса у славян – это волк, проявленная воля. Именно Иванушка Царевич скачет на сером волке, а волк ему помогает во всем, что как бы все за него делает. Это воля Ивана Царевича, который должен создать новое устройство мира, как Иван на вам. Век воли не видать – это век или сто лет воли своей не проявлять. И волюшка воли, которую мы имеем, отношение к свободе никакое не имеет. А человек и так прожил, как бы человек – это чело на век. И поэтому вот век воли не видать – это сто лет не проявлять свою волю. Именно голову волка, как символ волевого переустройства мира, взял для своих опричников Иван Грозный. К сведлам опричников были приторочены пёси или волчьи головы. В библейском проекте же Христу оставили только одну функцию – пастуха-овец, убрав всю волю, технологию обуздания серого волка. То есть Христос – пастух только людей без воли. По Кобу это получается типа психики зомби или животных. А какие способности открываются у людей с духовностью или проявленной волей? Это показано через помощников богини Лета. У нее было два помощника – два жреца из Гипербореи при храме Солнца в Дельфах, которые и основали Дельфийского оракула – центр жреческого предсказания, ну или планирования. Один аборис летал на волшебной стреле, а не ходил, а левитировал. Греки его называли «воздухосшествующим». Был прорицателем, одним словом – исцелял болезни, не принимал пищи, слагал всякого рода осветительные и очистительные заговоры, прекратил свирепствовавшую в спарте чуму. Именно он построил храм Девы Коры в Греции. Второй жрец Аристей переводится как «лучший». Был лучшим в искусстве предсказания исцеления. Сам неоднократно воскресал всякак и воскрешал из мертвых. Также был покровителем пастухов, скотих богов и имел знания по разведению пчел. Что такое пчелы читаем? По устройству, общество, по типу пчелиной семьи. Все эти описания о жрецах Аборисе и Аристее можно найти в трудах у Геродота, Платона, Деодора Сицилийского. Все эти описания, описанные способности жрецов, потом мы найдем уже разделенными в Библии между несколькими апостолами и самим Христом. Упоминается в эллинских мифах и атрибуты богини Лето, которые рисуют рядом с ней на картинах. Уже рассмотренного нами лебедя, плюс изображение лягушки и плода репы, которые Лето просило принести и в природах близнецов Солнца Луны. Символ Лето – это лягушка и зеленый цвет, так как в виде лягушки ее и печатали на монетах в Дельфах, где лягушка обозначает символ несчастливого количества рождений. А вот сказка о лягушке-царевне и ее трех лягушачьих шкурках – это три пары рока – осень, зима, весна. В сказке описаны процессы, которые происходят с точки зрения энергии осени, зимы и весны при смене лягушачьих шкурок. Иван-царевич – это как символ энергии запуска процесса нового мира, где поцелуй – энергия любви. Вот так сказки и мифы, откладываясь на бессознательном уровне, помогают нам моделировать свое поведение в жизни. Принятие решений в жизни человека происходит по алгоритму, какие ты в детстве сказки читал или как у Высоцкого, значит, нужные книжки ты в детстве читал. Итак, богиню Лето изображают с одним из символов репой. Репа изображается на картинках и скульптурах в виде плодов, похожих на мелкие яблоки желтого-коричневого цвета, или веток со цветами желтого цвета, где цветы крестообразного вида по четыре лебезка крест-накрест. Вспомним, да, крестьянин, носящий крест и янь-инь. Репа у славяна Ариев была самым распространенным продуктом. И выражение проще паренной репы осталось в нашем разговоре. Иван Грузный жил еще в эпоху репы, а уже Петр I насильно заменил репу на картофель. Зачем же это было сделано? Почему же репа это атрибут богини жизни и рождения? В 40 веков репу ели все народы от Египта, Римской империи до Азии. А почему репы из семейства капусты? В репе содержится кальция больше, чем где-либо. Дети никогда не болели заболеваниями развития позвоночников, зубов, костей. Не было рахита. В соке есть природный антибиотик. Чистит кровь, расширяет сосуды, выводит соли. Содержит калий, магний, серы, железо, натрий, марганец, йод. И редко встречающийся противораковый элемент сульфофаран. Мякоть овощей полезна при авитаминозе. В сырой репе присутствует сахара. Много витаминов А, В, всех видов, янтарная кислота, которая ускоряет рост и обладает омолаживающим эффектом, так как способствует клеточному дыханию, что используется только сейчас в гиалуроновой кислоте и омолаживающих процедурах. Кроме того, это диетический продукт, который помогает снижать вес или просто не поправляться. Все римская знать ела репу. А семена репы использовались как современная виагра, применялись при половом бессилии. И именно этот продукт стал вытеснять Пётр I, заменяя репу на картофель, привезённый из Америки. То есть мы едим картошку всего 250 лет. А картофель у нас из рода послёна, в отличие от репы, которая из рода капусты. Картофель и большое содержание крахмала, сахара, углеводов, солонина и меланина. Картофель можно есть только первый месяц от силы 2. Затем при хранении в нём вырабатываются вещества, как меланин, которые подавляют волю и снижают активность. Инки в Южной Америке кормили картофелем рабов, а сами ели кукурузу маис. У человечества сформировались 4 цивилизации по употреблению в пищу растений. Славяне – это цивилизация пшеницы хлеба. Китай – это рис. Америка – это маис и кукуруза. Африка – это бананы. То есть глобальный предиктор планомерно вытеснял репу из употребления, разрушая здоровье человечества, уменьшая рождаемость. В России шли картофельные бунты. Их возглавляли даже князья. Так, княгиня Авдотья Голицына с упорством и страстью отстаивала свой протест, что картофель уничтожает души богохранимых кашиедов. И, в общем-то, была права. Также картофель был использован глобальным предиктором как средство насильственного переселения на открывшийся континент Америку. Мы можем наблюдать, по прошествии уже времени, как неоднократно были использованы методы насильственного переселения народов. И как сейчас, например, это используется в Европу иммигранты из Сирии. Нам кажется, что люди сами раньше двигались в поисках лучшей доли, а на самом деле это был точно такой же организованный процесс глобальным предиктором. Так как Репа была устойчива к микроорганизмам и неурожай ей мало грозили из-за природного антибиотика, то, например, насильственно заставив Ирландию перейти на картофель, глобальный предиктор спровоцировал там массовый голод, а затем организовал движение населения в Америку. Это был так называемый картофельный голод, великий картофельный голод. Он начался в 1845 году и длился 6 лет. В Эймерла 800 тысяч, это по скромным подсчетам, 30% населения. Создав искусственную блокаду и вывозя с территории Ирландии на экспорт продовольствия, глобальный предиктор направил людей по единственному пути на бегство из страны. Были подготовлены корабли, оставшиеся от перевозки рабов из Африки. За 6 голодных лет 5000 кораблей пересекли Атлантику, преодолевая опасный путь в 3000 миль. Многие из тех кораблей к тому времени давно ослужили свой ресурс, их называли плавучими гробами. Люди при перевозке умирали с голода и антисанитарии. Тоже до процентов 30-40. Это был планомерный геноцид ирландцев. Зачищалась территория Англии от потомков кельтов, которые были индоевропейцами, переселившимися из Причерноземья и Средиземного моря. Мы уже это говорили из страны Ванов. А что такое Ваны, вы уже знаете. Ведь название острова Ирландия на кельтском языке это Ирин или Ирий. Так вот глобальный предиктор зачищал свое место базирования в Англии от активных родов кельтов. Потом он занялся шотландцами, которые тоже вели освободительную войну. Это дети наших скотих богов. Из переселенных ирландцев кельтов были президент США Джон Кеннеди и автомобильный магнат Генри Форд. Они были прямыми потомками эмигрантов, привыкших из Ирландии на одном из плавучих гробов во время Великого Голода. Так глобальный предиктор уничтожал ирландцев в Англии и заселял Америку. Так же и расправлялся с их потомками, например, как с кланом Кеннеди. Почему глобальный предиктор так внимательно относится к зачистке определенных родов и снижению энергии всех родов? Так как замена репы на картофель – это не только уничтожение энергетики рода, не только переселение народов, но и уничтожение на более глубоком смысловом уровне. Разберем, что значит ремень Ивана Грозного – Тиц, Маракт, Иоанн. Название репа идет от слова «реп» в Египте. Взаимосвязь языка египтян, вернее коптов, у нас хорошо прослеживается на уже известных словах, которые часто употребляются с богом «ра». То есть «ра» – «дость», «ра» – «дуга», «ра» – «свет», «нет» – «ра» и так далее. А вот другая линия, например, нашей общей истории с Египтом – это проследим на основе репы. Реп – это первое или прямое имя, которое давали при рождении младенцу в Египте. Прямое, потому что жрецы давали это имя, которое соответствовало роду и встраивалось в позвоночник. Его энергии и смысл должны были соответствовать уровню энергии касты варной рода. Это определяли с помощью колокольчика по вибрации на позвоночнике. Во Вселенной все процессы вибрационные. Есть несущая высокочастотная волна в космосе. На нее путем модуляции встраиваются низкочастотные процессы, текущие процессы. Несущая высокочастотная волна в космосе – это поток любви от Бога. Здесь, на Земле, несущая чистота формируется путем произнесения слов или звуковых вибраций всего человечества, которое произносит вслух общечеловеческие моральные ценности. Внесение аморальности – это искажение несущей чистоты любви Бога. Так же, как есть несущая чистота каждого рода. Значит, подсказка нам, какой должна быть несущая чистота на Земле, есть, опять же, в мифе о сыне богине лета Аполлоне Гиперборейском, где несущая чистота изображена в виде сопровождающих его двух дельфинов. Иногда он и сам изображается в виде дельфина. А вот глобальный предиктор использует низкочастотные вибрации для внесения искажения и высокочастотный процесс вибрации любви Творца. То есть, если бы мы сами не сходили со своей волны, нас бы нельзя было и подавить процессами управления глобального предиктора, которые являются низкочастотными. Аморальность – вот чем пользуется глобальный предиктор. А либеральный вой, например, начинается тогда, когда смещается несущая чистота вверх. Например, как с открытием памятника Ивана Грозного. В реальной жизни либералам физически плохо от того, что вот открывается памятник. То есть, таким образом смещается чистота, и они ощущают это на уровне тела. Итак, репа – это имя. С добавлением буквы А у славян репа – это имя Аса. Солнечное значение читается слева направо, обратное лунное читается справа налево. То есть, обратное слово от репы – это пер. Конечное значение – пер, но у египтян – это дом. В смысле, вечный дом, домовина, гроб. Потому что египтяне не делали разницы между реальной жизнью и вечной. Дом для фараона – это была пер А, пирамида. Дом А, дом Аса или Аза. Вечный пер А – это еще раз пирамида. От имени фараон, где будет буква Ф, читаться как П – похорон. То есть, пирамида – это вечный дом для фараона, для процесса – похорон. То есть, конец репа – это вечный дом пер. То есть, имя – это твой вечный дом. То, что надо ценить превыше всего – это твое доброе имя. Это твой вечный дом. Первое или прямое имя Реп было дано Ивану Грозному при рождении, это имя Тит. Имя читается как слева направо, так и справа налево. То есть это срединное золотое имя от титанов, Тит, когда все энергии были почитаемы людьми и ничего не использовалось во вред. Это было время золотого века. Титаны или Титы, как мы выяснили, ведут свою родословную от гипербореи, от касты лебедя. Первый слуг Ре в первом имени Реп от индоевропейского Течь, проходить как рек в вода, утекать. Последнее имя, которое было выбитое после смерти человека на надгробной стеле, это Рем, земной финал. А вот имя, которое носил человек в течение всей жизни, Рек. Оно могло меняться в зависимости от того, менял ли человек свою деятельность или статус. И его нарекали новым именем. Имя Рек. То есть его имя изменялось в течение жизни как Ре-Ка. Ре-движение, Ка-дух. То есть река – это движение Духа. Имя Рек – это как двигался твой Дух по течению реки жизни. Итак, первое срединное имя от предков Титанов, гиперборийцев. У Ивана Грозного – это Реп Тит. Второе, текущее, как вода. Имя Рек – это Смарагд. Финальное, где уже видно проявленная воля Я – это Иоанн, Иван. Далее мы рассмотрим подробно, как это описано в титулах фараонов Египта. Еще несколькие слова для понимания нашего устройства мира. Слово «говорить» на древнеславянском – это рекл еси. Ты сказал. Рех – это я сказал. В смысле я знаю, о чем говорю, я уверен. В Египте «рех» – это знать суть вещей. Эти же буквы латиницы «рех» обозначают царь. То есть некто, знающий суть всех вещей. Отсюда опять же вопрос. Разве на Руси может быть власть несакральной? Потому что царь, он же Вов – это некто, знающий суть всех вещей. Разница между первым именем Реп и последним Рен – это краткое описание достижений всей жизни данного человека. У нас остались только даты жизни, а у древних был полный отчет о прожитой жизни в именах, которые изменялись в имя Реках. От первого имени Реп при рождении от рода у человека было что? Репутацию. А до последнего имени Рен ему нужно было дойти, сохранив свое Рен-Эмэ. Если первое и последнее имя Реп и Рен совпадало, то это был Реп-Рен или Реф-Рен. Повтор без развития. Реф-Рен у нас остался в припеве. То есть если все осталось так, как в начале жизни у человека, то он прожил только повтор, припев. А саму песню и не сложил, допел то, что оставили предки. Стиль музыки Реп – это повтор чего-либо без движения и развития музыкальной темы. Репей – это имя, которое прицепилось с рождения, и его никак нельзя сменить. То есть человек никак не может поменять свою жизнь в лучшую сторону. Прицепился как Репей – именно это и означает невозможность, отсутствие воли, поменять свое первое имя. Вернемся к старославянскому Рех. Я сказал, в Египте это еще раз обозначало знающий или осознающий суть и смысл вещей и явлений. Рехнуться – это узнать обо всем. То есть или полностью просветлеть, или рехнуться. А вот Герех – не знающий, не осознающий суть и вещей и явлений. У нас появился грех. То есть грешить может только тот, кто не знает и не осознает сути вещей. Значит, глобальному предиктору нужно скрыть суть вещей. А вот прочитать слово «рех» наоборот, мы получаем мужской орган, узнать, что ждать в финале осознающего суть вещей. То есть это начало и конец всему, вечный цикл жизни. Вот послать «на» – это послать человека в состояние одноклеточного существа, в начало сути всех вещей. Достаточно жесткое египетское проклятие. Конечно, в этом состоянии тоже можно просветлеть, так как это и есть начало всему. Но вас по факту обнулили, и стартовать вам придется с нулевого уровня. Поэтому, по желанию, разбирайтесь в сути вещей, не грешите. А уж тем более никого не посылайте на нулевой уровень. Ни его, ни его род. Кстати, глобальной предиктору только и надо, что опускание энергетики мужчин на нулевой уровень. В связи с этим судьбу можно было что? Предрекать. Прорицание – это озвучивание или предрекание нового имени пути для человека. И в соответствии с этим человек может менять свое текущее имя, как река. Предрекать можно и судьбу народа, и государства, и цивилизации. Этим всегда занимались специальные люди-жрецы. Житие, рекущие, волхвы. Волхвы – люди, разбирающиеся в течение жизни и рекущие народу соответственные рецепты по текущему моменту. Без этой касты жрецов-волхвов в обществе невозможно развитие, поэтому их специально уничтожали. А у нас даже идеология запрещена, да, не только там построение нового пути. Волхв писался без гласных букв, пишется только из одних согласных и твердых знаков. То есть, что это обозначало? В – ведать, твердый знак, связь с небесным. Л – люди, да. Х – мировое равновесие. В – ведать, там. Твердый знак, еще раз, божественное. Сверху утвержденное. То есть, волхв – это человек, ведущий через связь с божественным, что есть для людей мировое равновесие, гармония с миром, которая может быть установлена свыше. Сейчас функцию оглашения пути для всего человечества взял на себя только глобальный предиктор. А он ее озвучивает только в низких вибрациях. Вписываемся в его систему с наименьшими потерями и оглашает сейчас путь для России пока только один Путин на весь славянский мир. Ну, как бы всем не кажется, что это очень слишком мало. Нет ни у кого никаких идей и развития нового русского мира. От первого имени реп. И слово репер – это и как раз идут точки отсчета. Точка отсчета – реперные точки. То есть, репейные горы – это именно репейные. Это точки отсчета и точки силы бога Ра. Ну, гора. Соколена голового бога солнца в Египте. То есть, репейные, еще раз, точка отсчета – горы. Бог – гор. То есть, точки отсчета. Это похоже у нас на горы Тяньшань. Выбираем Т, и получается Яньшань – солнечные горы. Опять же, названия горы всегда идут от бога гор. Эгрегор – это тоже от слова бога гор. Это разделенные на части солнечные потоки от общего солнца, которое спускает нам общий поток. Опять же, выражение Ясный Сокол, Соколик – это бог ясного неба, гор. Есть еще старославянское слово Рень, которое обозначало пристань. Теперь вы можете сразу понять, почему пристань. Потому что то, куда человек пристает в конце жизни, к последнему имени Рен. То есть, это и есть Рень. А вот территория от репейных гор до реки Рень – это место от начала точки отсчета до финала пристани на Рене. Это место расселения потомков Соколина-Голового бога гора, династии славяна Ария. То есть, как у нас говорит Путин, от Лиссабона до Владивостока. То есть, четко по названиям это указано, что так оно и есть. Глобальный предиктор оставил как некое ритуальное действие фестиваль репов в Швейцарии в городке Рихтенсвилле округа Хорген. Это похоже на некое поименовение репов, чьих-то душ. Фестиваль начинается, когда все городское освещение выключается в 8 часов вечера. 8 – цифра лебедя. Весь город освещается только светящимися репками. Более 25 тонн полых именно белых реп с 50 тысячами свечей загораются в Хоргене ежегодно во вторую субботу ноября, когда природа по календарю лета должна замирать и умирать. Мы знаем, что репа имеет цвета все соответственно кожи четырем раз. Она может быть белой, желтой, коричневой и коричнево-красной. Итак, кого поминает глобальный предиктор Швейцарии, известных ему именам под белыми репами в округе Хорген, где гербом является белый лебедь, идущий влево, энергия инь, умирающий лебедь. То есть, помним, лебедь – это символ Гипербореи или Дарии, или его жителей касты лебедей. Именно в Хоргене есть остатки древнейших мегалитических построек, коридорных гробниц 5000 лет до н.э. Не наших ли предков, гиперборийцев, глобальный предиктор ритуальным действиями усыпляет в мегалитических гробницах? Да и танец умирающего лебедя уже смотрится как-то по-другому. Специально для Димы Тарана. Что такое репортер? Репортер – это человек, собирающий новости о носителях определенных имен, репов. Была специальная богиня – Рен-Ненутин, та, которая знает истинные имена, последние имена на стеле Рен. Место и город, в котором ей поклонялись, называлось сначала Терена, потом Тарана, а потом по-гречески Теренутис. Так что фамилия Таран – это тот, кто знает суть и последнее истинное название вещей. Из города Терена или Тарана специальными ритуалами провожали дух предков к звездам. Это был Ка-Тар-Физ и выражение через Тернии к звездам отсюда. Название куста Терен или Терен – это название города Терена. Куст Терновника – это куст неопалимой купины в Библии. То есть в Терене Таране вечный дух человека получал истинное имя в соответствии с заслугами прожитой жизни для путешествия к звездам. В библейском варианте это выглядит, как из куста Терновника Моисею явился сам Бог около горы Синай или другое название Хорев и призвал вывести евреев в землю Детаванну. Это сложно объяснимое для христиан явление «говорящий куст и горящий» легко понимается, если знать, что в городе Терена богиня Рененутин общалась с духами рода и небесным отцом, отправляя дух человека в соответствии с финальным именем через Тернии звездам, где человек проходил некое очищение огнем, как таковым, к праотцам. Вот что значит «говорящий куст неопалимой купины» или имя Рен. Человек вспоминальной стелы долго не произносилось никем, то человек считался окончательно ушедшим к богам. Эту стелу можно было отдать для другого Рена. То есть человек продолжает жизнь, пока мы его помним. Поэтому наши поминальные дни, бессмертный полк – это воскрешение предков, дедов, откуда дед, мы сейчас позже узнаем. Это и есть постановка памятника Ивану Грозному, это его есть воскрешение в прямом смысле, потому что и это так злит элиту наших либералов. Но, кроме всего прочего, нужно знать истинные имена. Для этого масон Карабзин и лишил наших царей имен. Всех, значит, выдал имена и пронумеровав, тем самым убрав истинные имена, вот три имени, которые были у каждого царя. Итак, в Египте давали пять имен. Это называлось титулатура или титулярник. Титу – это люди, ведущие свой род от титанов из Гипербореи, возможно, Атлантиды. То есть Петр I превратил потомков титанов в титулярных советников. То есть по пяти именам вы могли знать о роде данного человека. У Ивана Грозного пять имен – это Тит, Смарагд, Иоанн, Васильевич, Рюрик. Теперь узнаем, что это такое. Надо знать, что сама страна Египет имела три имени по аналогии с тремя временами года или с тремя энергиями. Три имени таковы. Так и Мед – черная земля, Тамэри – красная земля, Тауи – объединение этих двух земель. То есть опять три энергии – земля черного солнца, земля красного солнца. И страна объединяющая эти две энергии. Страна черленая. Был такой цвет на Руси. Вспоминаем, что были на всадком, он у нас плавал на ладьях черленого цвета, где черный плюс красный плюс золотой. Изначально эти цвета вы можете увидеть в народной росписи хохломе. Есть еще вариант хохломы с добавлением зеленого цвета богини лета. Потом это три единства трех земель и трех энергий глобальный предиктор заменил на верхний и нижний Египет, превратив его в дуализм. Не уничтожив, так сказать, понятие при единстве. Еще Египет назывался страной Сикимора. Сикимор – это египетский дуб. То есть это была страна дубрав. Одна из мифов Египта гласит, что бог Ра когда-то превратился в большого рыжего кота и под большим дубом убил змея Апопа. Ну вот вам и у лукоморья дуб зеленый Пушкина. Столицей объединенных земель всех трех был Мемфис, что переводится как Белый Камень. То есть Белокаменная столица. Получается однозначно наш первый Рим. Вот второй Рим – это, возможно, Римская империя, которая вобрала вначале себе культуру этрусков, которые же этот Рим и построили, греков, а потом перешла в Византию. Поэтому третья Римля – Москва и четвертому не бывать. Возможно, что это законченный цикл развития. Но то, что первый Рим вырисовывается как Египет, это вот, можно сказать, с очевидностью. Дальше. Пять имен фараонов. Значит, смысл имени. Отец и мать дают своему ребенку Реп. Имя при рождении – это первое прямое имя. Его обычно скрывали. То есть имя очень много значит, так как считалось, что имя – это одна из пяти душ человека. Кто знал первое скрытое имя Реп, мог причинить ему вред. Помним, что у Ивана Грозного это тип. Если кто-то хотел причинить зло своему недругу, он писал его Реп на куске папируса и сжигалову. Каждое имя было привязано к определенной части тела и сущности человека. Рассмотрим, как эти имена были привязаны к фараону. Согласно древним верованиям, цари Египта вели свое происхождение от солнца Ра. И душа каждого правителя являлась двойником, посланцем солнца, сокоголового бога Гора. А отцом у них всех был что? Единый бог Птах. Это бог всей вселенной. Родивших первых девять богов. Первых энергий. Вот оно изначальное триединство и девять первых энергий в круголете. То есть имена составляли титулатуру, набор титулов, названий от первых людей Титана. Как это относится к Ивану Грозному? Значит, пять частей имени у фараона связывали с определенными понятиями. Первое – сияние. Второе – тень. Третье – золотое имя. Четвертое – душа. И пятое – дух. Что такое было первый титул или имя? Оно называлось «Ах». Вот это вот «Ах вы сени», оно обозначало сияние. То есть мы уже знаем, что такое сение, да, сень. Это поток наших предков. Так вот, любое восклицание, которое уровень восхищения, где нет слов, это как бы мы оцениваем вот тот поток, вот то сияние, которое идет от предмета или от явления. Обычно это изображалось как сияние вокруг святого божественного человека в виде нимба. Это то, что дает вашему всему роду сияние. И опять же, то, что человек, когда видит божественную природу чего-то, он восклицает «Ах». Первое имя фараона было привязано к «Ах-сиянию». Это был свет, идущий от бога вселенной Птаха и воплощающийся в сокоголовом боге Хоре, горе. Боге-воители, боге-победителя смерти. Имя еще называется «Хоровым». У Ивана Грозного это «Ах-сияние» от его предков. Это фамилия Рюрик. И сияние достойное. Рюрики имеют историю тысячелетнего правления на Руси. В роду Ивана Грозного был и вещий Олег из Киева, древнего, и Игорь, и Ярослав Мудрый, и Владимир Мономах, и Юрий Долгорукий, Александр Невский, и Дмитрий Данской. И перечислять очень долго. То есть это такое сияние. Это такая сень от предков, которая действительно сияет. Рюрик Ророк – солнечный сокол. То есть тут получается, что это сень, и потомок он находится под сиянием сенью рода сокоголового бога Гора. Итак, Рюрик Ророк – это есть фамилия, можно сказать, источник его – это Рим номер один, Египет. Мне все дословно указывает на происхождение, откуда пошла династия Рюриков Ророгов. Второй титул. Он назывался «Солнечное имя», значит, он назывался «Несу бытие бытие», то есть дословно как «несу бытию», «несу власть», то есть «несу крест», то есть вы помните, крестьянин, несущий крест Янь-Инь. То есть вот «несу власть как крест» – это вот это имя означало, то есть оно похоже на наше царь или тронное имя. Привязано оно было к понятию «шуит», «тень». Тень – это то, что отбрасывается от большого рода на малый, на род отца. То есть это отчество. Ивана Грозного – отчество Василевс, который четко описывает, так сказать, малую тень от большой. Василевс, Банилевс – это монарх с наследственной властью в Древней Греции, Скифии, Басторском царстве. Титул византийских императоров произносился только с начальным «В» – Василевс, что показывает происхождение Грозного от византийского императора по мужской линии, что так и есть. Бабушка Ивана Грозного – панцовская линия, балософия-палеолог, наследница линий византийских императоров, палеологов и деспотов Марии, чью библиотеку она передала по наследству внуку Ивану, и которая впоследствии бесследно исчезла. То есть отчество Василевич четко указывает происхождение, скажем так, от Рима номер 2 или 3 Византии. Дальше. Третье. Титул называется «Двух богинь» или «Имя обеих владычев». Оно было привязано к понятию души Ба. Ба – это душа, изображается как человек-птица. Когда душа отлетает, птица летит к Творцу всей Вселенной, к Богу Птаху, и там соединяется. Под обеими владычицами имеются в виду богини Нихбет и Аджет, покровительницы Верхнего и Нижнего Египта. Соответствует нашим двум богиням, которые мы уже сегодня разобрали. Это аналог от русско-греческих мифов богини Девы и богоматери Лета. Нихбет – белая богиня Дева, богиня Верхнего Египта, символ ее белая птица Коршу. Аджет – Уто, красная богиня Нижнего Египта, полностью потеряет богиню Лета. Город поклонения Летополь – символ Уто, огонь и вода. То есть полный цикл энергии, символ, опять же, змея и мангуст, который побеждает змею. Это вечный цикл повторяющейся энергии жизни. Общий цвет храма в Летополе – зеленый, как зеленая лягушка на зеленом поле. Ле-то-поле. Значит, упоминается песня «Иполюшка-поле», да? Две богини в жизни человека дают ему энергию Инь. Это основу, на которой, как на несущей чистоте, формируется душа. В строении души в Египте душа Ба складывалась из четырех частей энергии, которые входили в тело из четырех источников. Две части – от женской энергии Белой Девы Высшего Мира и Красной Богоматери Земли от богини Лета. Плюс одна часть – от отца сила сихем. Это сила воли от бога Баты. Еще одна добавлялась в течение жизни от собственного «я» человека, которому привязана душа в теле. И она была привязана к сердцу. И называлась сердце «аб». То есть две части от двух богинь, называются баба, бабушка, да, баба. То есть можно сказать, что баба – это двойная Ба, то есть душенька. Как мы знаем из генетики, наследственные признаки передаются через поколение. То есть у ваших детей несущая чистота их души от бабушек. То есть охраняют душу в Египте две богини – Баст, кошка и Бат, корова, а также бык Бата. Это просто описывает, какие виды энергии, характеристики присутствуют в вашей душе. Одну часть души охраняет богиня Баст, кошка, изображена с четырьмя котятами. Добрая душа – значит, кошка, злая львица, агрессивная. Богиня Баст – кошка, богиня радости, веселья, любви, женской красоты, плодородия, домашнего чага. Вот почему кошка – священное животное в Египте. После смерти ее бальзамировали, в честь нее носили траур, сбривали брови, так как умерла часть души дома. За убийство кошки – смертная казнь. То есть тот, кто убил кошку, значит, в нем умерла часть души. Или в его роде умерла часть души, он стал более бездушным. Атрибуты кошки. Одна из основных – это на вгибе левой руки у нее висит корзина. Именно в эту корзину положат Ба душу или сердце, когда будут взвешивать на суде человека. Душа человека – Ба, отделившаяся от земной жизни, в течение девяти дней блуждает вокруг тела покойника, так же, как у христиан. Затем сострадательная и всемилостивая богиня Исида принимает ее под свои крылья и беряет ее мудрому богу Анубису, Песиголовому или Песиголовцам. У христиана – это святой Христофор. Или Харонда. В сопровождении Анубиса на сороковой день и при его поддержке душа совершает путешествие к границам мира по направлению к одной из четырех гор, поддерживающих небо, к четырем созвездиям, с которых и пришли души. У ног бога загробного мира Асириса располагаются гигантские лесы для взвешивания сердца. Можно сказать, что это кульминационный момент, когда душа остается наедине с высшим богом и должна доказать, что никому и никогда не причиняла зла. Душа сердца должна быть легче пера богини истины. Вторую часть души храняет богиня Бат. Богиня-корова – символ плодородия в египетской мифологии, которую изображали с лицом женщины и коровьими ушами и рогами, как небесную корову, что указывает на связь с млечным путем, по которой идут души. Она тоже была священным животным, ее нельзя было ни есть, ни убивать. Аналогично смертной казни. Этот культ очень хорошо для нас сохранили до нынешнего времени в Индии. Бат у славян осталась в сказке, как, например, крошечка-хаврошечка. Когда она влезала в одно ушко коровушки, а влезала в другое, все было сделано. То есть Бат – это деятельная часть души, волевая, в отличие от части кошачьей души, там, где есть принцип быть самой по себе. Так вот, Симус и Хем охраняет бог Бата, это бог быков или тельцов. Бата – это бык девяти быков, то есть девяти энергий, или мужская часть души. По-русски звучит Батя. Итак, царь-батюшка, он же Рех, знающий суть вещей и с мужской душой от отца Батя. И четвертую часть, которую получал человек, это то, что он взращивает сам. Все четыре части составляли целую душу человека. У Ивана Грозного за энергию инь и материнскую ветку, значит, она идет от Елены Глинской, по которой Грозный – проправник внук Мамая. Отвечает имя Сморакт. То есть душа Ивана Грозного имеет характеристики от зеленого камня Сморакт, который есть камнем Исиды и обозначает замерзшую энергию. То есть душа может быть жестокой, если ее не уравновесить. То есть часть генетики от хана Мамая перешла к Ивану. И в принципе она должна была показывать о том, что характер должен быть сложным. Мамай, хан Золотой Орды, объединявший себе три Орды – белую, синюю и золотую, родился в Кафе, в городе Богом Данным, который называется Феодосия в Крыму. Итак, то есть третья часть женской энергии – Сморакт – полностью описывает то, что есть в энергии Ивана Грозного. Четвертое – уравновешивающее имя, золотое имя. Значит, это было чистое проявление энергии золотой середины. Дается при рождении как имя Реп. Первое имя – уравновешивающее недостатки от рода, как по женской, так и мужской линии. Имя золотой середины читается как слева направо – инь-янь, так и справа налево – янь-инь. Это энергия золотой середины. У Ивана Грозного первое или прямое имя – Тит. Тит уравновешивает недостатки рода, выравнивает энергетику и идет от первых титанов – гитерборейцев, возможно, из Атлантиды, что указывает на самое древнее происхождение рода. Затем имя Тит будет часто использоваться в именах римских императоров. А вот теперь самое главное, что есть для мужчины – это связано с энергией Духа, который меняется в зависимости от его взращивания. Дух в Египте назывался Ка. Пятая часть, которая была связана с Духом Ка. Это имя показывает изменения от первого имени Реп, как меняется с энергией воли Ян, и которая взращивает Дух Ка до последнего имени Рен. Это очень важная составляющая для любого мужчины. Ка – Дух Человека, который взращивается, он бессмертен. В религии древних египтян Дух Человека – это существо высшего порядка, олицетворенное жизненной силой, считавшееся божественной. После смерти человека Ка продолжает свое существование внутри гробницы и принимает подношение, проходя вовнутрь через ложную дверь. Ка изображают в виде человека, на голове которого помещены поднятые руки, согнутые в локтях. Ка изображение Ка – это знамение. У нас это называлось, показывает Аранта, Богоматерь с поднятыми руками, который указывает на некое знамение, когда сходит Дух и проявляется на присутствующих. Ка имели не только люди, но и боги, и недошевленные предметы. У богов было много Ка. У бога Солнца Рана, например, было 13 Ка. Опять же, Матрица, с которой работает глобальный предиктор с циклом солнечной активности в 11-22 года. Создателем Ка считался Хнум – бог, все слепивший из глины, то есть зодчий. Культ Духа Ка был в городе, опять же, Лето-Поль, Лето-Поле, то есть наше лето еще отвечало и за дух. Ка тоже состояло из четырех частей, привязанных к телу. Хат – сах через позвоночник, это тело, и символ джет – это шест с набитыми четырьмя, ну, сделанными четырьмя поперечными полосками. Там на фотографии увидите. Тело было обычным телом, которое человек при рождении, он называлось хат. Тело с уже взрощенным духом в конце жизни называлось сах, да, ах, с восхищением, появлялось сияние. То есть у тела явно появлялось сияние. Человек стартовал в начале жизни с того уровня Ка, энергии Духа, которые ему оставили его деды по роду. Все передается через позвоночник. Это тем самым, это те самые касты, варны, которые смерть, ремесленник, весит, там, витязь, воин, жрец. Мысль и слово человека в виде вибрации встраивалось на протяжении жизни в позвоночник. И определяли это жрецы по специальному ритуальному предмету джет. Джет – это ритуальный предмет жреца, от бога вселенной Птаха, олицетворяет позвоночника Сириса. Это деревянный столб, посох, с четырьмя пересеченными поперечными планками. Ну, увидите на фотографии. Длина в позвоночник. У славян это аршин. Длина позвоночного столба составляет около... Около ритуальный, он меньше, как бы, конкретный, составляет ровно с длиной позвоночника. У человека это составляет 40% тела от длины всего тела. У мужчин она равна 70-73 см, у женщин – 66-69 см. Аршин равен 71,1 см. То есть, если сложить эти цифры, то получаются основные цифры 7, 8 и 9. Это расстояние, которое, значит, на позвоночнике идет между кастами и варнами, которым при развитии духа поднимается энергия. Это показывает, на каком уровне ступени развития находится дух по позвоночнику. Первое там привязано к касте смерть. На первом позвоночнике – копчики. Второй – 1 плюс 7. На восьмом позвоночнике, не доходя до поясничного отдела. Весь ремесленники. Следующий – третий. От позвонка – 8 плюс 8 – 16. Видите, четвертый там на 16, плюс 9 – 25. И все вместе 33 позвонка. То есть, 33 позвонок и следующее развитие духа вверх – это новое измерение. Вот вам масоны 33-го порядка. Пословицы остались в народе, объясняющие, как движется дух. Пословицы. Словно аршин проглотил. Не сгибаясь. То есть, если весь позвоночник прямой – это высшая каста, не сгибаемый. Аршин не солжет. Мера – делу вера. На свой аршин мерить. Отсюда и какой мерой будете мерить, такой и вам будет отмерено. Это дословно сообразно вашему духовному развитию. Аршинными буквами писать. То есть, во весь позвоночник. Во весь дух. То есть, это высокое духовное письмо. Регламентацию стилей провел Ломоносов, которая вошла в историю как реформа русской словесности. Высокий штиль он определил как высокий, торжественный, величавый. Жанры туда входили. Ода, героическая поэма, трагедия, ораторская и церковная речь. Средний штиль – это элегии, драмы, сатиры, театральные сочинения, эклоги. Низкий штиль – это комедии, анекдоты, басни и бытовые письма. Все наши основные понятия от джеда. Джеда – это или деда, встроенный в позвоночник, в ось. Деды отвечают за дух рода. Батя – отец за душу рода. Поэтому за дух всех родов в народе, в государстве отвечало собрание дедов. Ну, то есть, бояр старше 50 лет, у которого уже были внуки. Лучше всего это видно по Аксакалам на Кавказе. Они держат дух народа. Поддерживают, да? Три смысла русского мира. Справедливость, правда, равноправие встроено в ось. То есть, все основные понятия встроены в ось. И это была в конце, как бы, суффикс, да, часть слова – ось. Например, справедливость – это славь, правь и сыра, знающий веды и встроена в ось. Правдивость – это правь и сыра, ведающий дива, божественную природу всего и встроенную в ось. Дива почти на всех языках, корень дива на санскрите и греческом – это божественная. То есть, что такое правда? Ищи божественную природу в рассматриваемом явлении, событии и человеке. Это и есть правда. Так же, как и лживость может быть встроена в позвоночник, потому что в вибрации все встраиваются в позвоночник, который вы имеете. Только проработаны будут верхние, как бы, участки или нижние. Равноправие, равенство – это было равноправость. То есть, «ра» ведает, вещает народу, что развитие по кругу должно идти вправо, по правосторонней спирали, где все идет вверх, при девятке, где всем есть место, так как спираль расширяется. И все знания, что мы все равны в правом развитии, строены в ось. То есть, все три смысла русского мира имеют высокий уровень вибрации, сразу включая человека в процесс Вселенной. И, конечно, надо было глобальному предиктору внести ложные понятия на низком вибрационном уровне. То есть, три вот эти понятия у нас заменили. Теперь демократия, демос – это власть надсмотрщиков, это справедливость якобы. Свобода слова – это там, где правда у каждого своя. И мультикультурализм – это равенство во грехе. То есть, разрушают нашу ось и стержень, на котором все держится. Причем планомерно. Название джет осталось в Беларуси как дзет. И в Украине как дедух и дит. Везде это определенный сноб пшеницы, повязанный в виде шеста, перевязанный из четырех переплетений, которые заносятся мужчинами рода в дом, ставятся в красный угол, и он олицетворяет дух всех предков. Поставить деда – это символ бессмертия рода. Деда муслангян называли бога Велеса, который имел еще одно из имен – дед Всевет. Обряд вращения с дедом у русских украинцев остался как сжигание чучела матлениц, сноба пшеницы. Возрождение деда домой происходило в сочельник. Это было славянское рождественское дерево – дух предков. В Украине дедух, дед, дедок – это украинское рождественское елка, украшение, как бы сноб пшеницы, высотой воршин, символ урожая, благополучие, богатство, бессмертие предков и оберег рода. В Египте водружение столба джеда было посвящено Осирису и символизировало воскрешение. Жрец, который занимался восстановлением джеда, назывался жрец деда достойного уважения. Даже бог-творец всего, бог-птах, назывался джедом достойного уважения, или великий джед. Вот откуда у нас джедай, меч джедая, самолет суперджед, дед Мороз и даже дедовщина. То есть жрецы определяли по джеду четыре уровня развития Ка, духа. То есть первый уровень Ка, он привязан к телу позвоночника, физического тела Хат и дается при рождении любому ребенку от предков. С каким уровнем Ка человек пришел в мир от предков, с такого уровня Каста он и будет стартовать. Каста это дословно Ка, ну Ста, дух Ка через слово поток, утвержденный свыше, переходит в Ария, в Аса. То есть это у жрецов был определенный предмет с колокольчиком, который они прозванивали позвоночник, тем выше вибрация, тем выше Каста. Ну резонанс. Слово позвоночник тоже говорит само себя, то есть по, это у нас покой, о, там звон у очи, наш, предки и соединяется с Ка. То есть позвоночник дословно в застывшем движении энергии через звон или звук зримо видно, как поток предков соединен с Ка. Каста смердов привязана только к телу. Это принцип сегодняшней эры потребления. Потребляет и достоин. То есть Каста смердов это Каста страстей и привязана к самому книжнему позвонку. Второй уровень Ка. Дух уже взращивается с помощью Ху, энергии творческого слова, принцип божественного изречения. Поэтому, может быть, не все наши слова являются ругательными, да. То есть человек пытался соединиться с несущей частотой Вселенной, высокочастотным потоком любви, различными аскезами и делами духоподъемными. То есть войти в резонанс. Вот почему так важен звук. Буква и слова из них складываемые, произносимые. Сначала было слово. То есть путем подбора правильных звуков выстраивался поток слов, развивающий дух. А у нас уже три раза меняли алфавит, да. Второй уровень духа, это, получается, это каста, ну, веси ремесленников высшего уровня и воинов, уже творцов. То есть те, кто уже умеют что-то производить, те, кто творчески подходил к процессу, хоть к выращиванию урожая, хоть к строительству пирамид, хоть к планированию там войны или битвы. Это их отличает от первого уровня Ка, где нет творчества, а есть только, скажем, работа, да, рабство. Ну, здесь оно не звучит, потому что Бог Ра – это солнечный. Ну, в смысле, как у нас понимается, подневольный труд, скажем так, что мы не прикладываем туда творчество. Третий уровень Ка, духа, происходил с помощью СИА – Божественного Всезнания. То есть при этом дух был взращен, а поле человека было в СИАНИ, да, каста жрецов. Из касты ремесленников и воинов тоже могли сюда дойти люди в течение жизни. Четвертый уровень Ка – это человек получал, ну, как бы, свое обобщающее, да, имя Рен при сформировании своего духовного тела САХ, то есть вместе с СИЯНИем. Если СИЯНИЕ присутствует уже от собственного духовного тела, то это уже сформировавшееся Ка к концу жизни. Рен оставляли на стеле и поминали. Значит, пока хоть один человек произносил это имя Рен, то есть оно было эквивалентно Ка, Духу, который был жив, который уже взрастил человек в течение своей жизни, Дух был жив и перемещался в пространстве. Ка изображались как точная копия человека с поднятыми руками, скульптура или посмертная маска. Взращивая Дух Ка, человек мог обращаться сам к себе, молясь собственному Ка. Это и есть обратиться к самому себе, разобраться с собой, Духу взрастить, а не уйти в себя. Джет клали с покойником под позвоночник. Жрецы по Джету четырьмя там градациями видели, какой Дух взрастил покойный и какие священные тексты читает над умершим. И как его необходимо снаряжать в дальний путь, какие предметы ему там понадобятся. Джет показывал, какой дух, какой касты варный достиг человек, из какой касты или варный будет стартовать его потомок. Это записывалось в родовые книги. Совершался ритуал отверзания уст и очей, и Дух Ка начинал свою загробную жизнь. Отсюда будет понятно слово Рака. Рака – это наша славянская гробница для царей, хранилище солнечного духа прямых потомков сокоголовых богов Птаха. Рака – это вечный дом солнечного духа. Имя духа Ивана Грозного – это Иоанн. То есть Иоанн на ванн на санкрытии, рождающий новые миры. То есть высшая каста – жрец Волф или каста Лебедя. Итак, три имени, отчества и фамилии давали полное представление по родовым книгам, кто перед нами, какого роду племени, что у тебя на роду написано. То есть можно было посмотреть, в каком поколении, где, кто совершал, допустим, там, рывки в духовном развитии, кто, наоборот, потянул свой род назад. Значит, у Иоанна Грозного фамилия указывает на сияние рода рюриков, ведущих свой род от бога гора в Египте. Отчество указывает происхождение из царского рода Василевцев из Византии. По отцу он внук палеологов. То есть имя Тит – основное, первое, равновесное, которое, ну, как бы, скрывалось, по происхождению от титанов Гипербореи. Имя Смаракт – это материнская ветка зеленого ислама, праправнука Мамая. Не, как бы, не очень там хорошее значение. Их собственное имя Иоанн указывает на достижение собственного духа, высшей касты волхвов. Как Иван и как царь, он был батей, умеющий управлять всем набором энергий девятки. А дух у него был от дедов, хорошо сохранился в начале своего правления. В первое, там, десятилетие, говорят, это как раз в девятилетии было его правление. А потом он, как бы, поддался влиянию черного волхва, как раз его начали травить. И в конечном итоге рот он свой не сохранил. Но это была планомерная операция, ну, можно было ей, как бы, ну, сопротивляться. Итак, нужно ли было глобальному предиктору через Петра I уничтожать родовые книги, которые начали изымать под страхом смерти? Как теперь узнать, кого ставить на управление, сообразно его роду и собственному духу, как духу дедов? Ведь если у правителя нет, не хватает духу, то можем это наблюдать. Это современный пример Януковича. Уничтожение знаний о родовой программе и как ее менять с помощью взращивания Ка идет повсеместно. В Индии касты закрепили пожизненно, за человеком в текущей жизни. Тем самым умертвив сам принцип взращивания Ка, движение энергии, лишив смысла развития духа. Сделано специально глобальным предиктором. Для того, чтобы убрать сострадание к положению людей в касте. То есть мы не сострадаем людям, там, низшей касты смерти, да, или там, неприкасаемой. Так как слово сострадание от старославянского – со-родование. Понимание того, что мы все одного рода племени и помощь и поддержка в современной жизни родов – это естественное поведение общества. То есть со-родование – это сострадание. То есть где человек человеку друг, а не враг, и где есть равноправие или равноправость. На Руси о духе Ка и как его взращивать напоминали специальные болинные герои. Калика-перехожие – это устойчивое выражение, используемое только вместе. Калики-перехожие – старинное название странников, поющих духовные песни и болины, странствующих в миру. Калика-богатырь, побивающий силушку, которой сметы нет, сильнее могучий ванища. Калика-перехожие-переброжие, с которым не решается вступить в единоборство ни один богатырь. Бог-алатырь, знающий точку силы. Именно калики-перехожие разбудили Илью Муромца и побудили его встать на защиту земли русской. Сказание о балье Муромце, спавшем до 33 лет на печи – это сказание о взращивании духа до 33 позвонка. Определенный набор этих болин передавал сведения, как взращивать дух. Там есть они перечислены, кто интересуется, могу узнать. Об этом пели калики, играя на гуслях. Блина Садко о его гуслях и корабль – это путешествие духа описывает. Именно поэтому переписывают историю, для того, чтобы не будет почитания предков, рухнет весь род славянских народов. Это очень серьезная вещь. Слово «калека» у нас стало неприятным и почти оскорбительным. А это люди, которые своим примером должны показать, что дух сильнее тела. В принципе, как с Паралимпийскими играми, так оно и происходит. Духовную катастрофу на Руси нам начали готовить еще при царе Федоре Алексеевича, старшем брате Петра, правившем до Петра в 1682 году. В Москве были сожжены все разрядные книги. Так уничтожалась память и информация о происхождении русских боярских родов. Они уничтожали, собственно говоря, генеалогию. Это оправдывалось тем, что это было сделано из прогрессивных соображений по борьбе с местничеством. То есть, чтобы русские бояре, не зная, не имея документальных подтверждений своего происхождения, не могли спорить о местах, так называемых, кормления с мест. На самом деле, Романовы уничтожали подлинную древнюю генеалогию, чтобы освободить место для своей новой династии и своих безродных ставленников. Безродный – это значит неизвестно, какого духа этот человек. Что бы нам нужно было сейчас начать делать? То есть, для всех начать хотя бы писать свои родовые книги, где отмечать свои этапы вехи духовного роста членов вашей семьи. Раньше это были простые фотоальбомы. Запомните, что у человека есть глубинное желание на бессознательном уровне отмечать и отчитываться перед обществом, перед всеми общинными родами за свое духовное продвижение, отмечать реперные точки. В связи с этим глобальным предиктором был придуман, например, Facebook – книга лиц, то есть лиц, а не духовных дел, представителей данного рода. А книга, то есть лиц, отчет о потреблении данного лица, безроду и племени, где он был, что он ел и как он развлекался. Вот так совершаются подмены. Так, естественный процесс, желание отчитаться перед обществом и родом о проделанной работе духа и о своих славных деяниях превратили в простое желание пропиариться на чем угодно и как угодно. И такие же связаны бессмысленные достижения книги рекорда Гиннуса, потому что фиксировались раньше во всех родовых книгах, получается, в связи с изменением имен, что и как вы делали и чего вы достигали. Ну вот, у нас есть одно спасение – это бессмертный полк. То есть у нас есть шанс возродить свои славные рода. То есть если мы начнем с наших дедов, так называемых джедаев, то постепенно весь род вытянем как репку. Ну а вот теперь по-другому будем воспринимать сказку о репке. Репка – это имя реп и дух Ка. Итак, смысл сказки о репке. То есть репка – это у нас имя реп и дух Ка. Кстати, в связи с этим можно и о фразе «почесал репу» понять, что это проверил, как дух Ка дошел до самой высшей точки. Посадил дед репку. Дед в джед, позвоночник, заложил вашу фамилию в виде проработанного своего духа. Это энергия, от которой вы стартуете при рождении. Генный код духа – это энергия Ян, ваша фамилия, то, что вам на роду написано. То есть вы живете, помните, под сенью предков. Чтобы вытащить репку, то есть произвести на свет новую личность и род, надо еще что? Позвал бабку. Это добавленная через кровь энергия души Инь по материнской линии. Генный код Инь – это душа, баба. Дальше позвал дед-внучку. Через поколение могут реализоваться только гены – деда и бабы. И получилось тело с генной информацией от них. Дух и душа частично от предков. Дух от деда, душа от бабы. Тянут-потянут – реп не рождается. То есть новая личность не рождается. Позвали жучку, бога, анубиса, сопровождающий личности в мир перерождений. То есть еголовый анубис привел дух на перевоплощение из общего мира всех духов. Дух должен трудиться над собой и взращиваться. Тянут-потянут – все равно не могут вытянуть. Пришла кошка, богиня Баскет. Привела душу с общего мирового дерева. Душа пришла в мир найти и войти в резонанс с несущей чистотой вселенской любви. Быть на одной волне с творцом и научиться любить. Опять же, тянут-потянут – вытянуть не могут. Позвали мышку. Что у нас мышка? Мышка – это фараоновая мышь. Называется Ихневмон. Переводится как «идущий по следу», «идущий вслед» за духом и душой. Это мангуст, убивающий змею. Мангуст, значит, прерывает мертвый цикл закольцованной змеи. Сдвинул энергию в сторону возникновения жизни. В Нижнеегипетском городе, опять же, лето, Ихневмон или мангуст отождествлялся самим богом-гором – Соколиноголовым. Бальзавированных зверьков хоронили, как священных животных. Фигуры в их образе, Ихневмонов, мангустов, внесли в качестве даров символов бога Солнцера. У нас Соколиноголовый бог-гор – это у нас был что? Отец, то есть и его яркая энергия – Ян. То есть о боге Солнцера известно, что он однажды превратился в мангуста, чтобы победить змею и преисподней Апоп. То есть он у нас там превращался и в рыжего кота, бог Солнцера, а вот теперь он уже и превратился в мангуста. И победил опять же того же змея, то есть это закольцованную энергию, которая не движется. Поэтому мангуст и фараоновая мышь, ну она же фараоновая мышь – священное животное. В раннем христианстве мангуст почитался и отождествлялся с Христом, в то время как крокодил отождествлялся с дьяволом. Известно, что мангуст не боится крокодила, прыгает к нему в открытую пасть и прогрызает его изнутри. Выходя наружу, он тем самым убивает крокодила и побеждает его. То есть глубокий мировоззренческий смысл и христианская мораль. Только после мышки мангуста на свет появляется чадо-ребенок с прямым первым именем Репа со всеми пятью составляющими. Вот вам сказка о Репке и об именах Ивана Гродного. По родовым книгам человек читал, кто он, откуда, каков его род. Он мог видеть, какой его дух, какая душа предков, какое шло воспитание духа. И если роды были великие, то сломить этот народ нельзя. Поэтому Иван Грозный собственноручно описал родовловец, что Иван желает восстановить свой род. У Грозного мы проследили и выстрелили цепочку имен, берущих свое начало. Получается из Гипербореи, и Египта, Древней Индии, Бизантии и Трурии, Золотой Орды и из Руси. То есть все его имена достаточно сильные и достойные, как и фамилия, и отчество. То есть это все как имена, привязки к душе. Одно вызывает только сомнение как раз смарагд, что несет замерзшую энергию в рот. То есть душа по этому имени могла быть жестоко именительной, и энергию этого потока от смарагда можно было использовать против Грозного, что и получилось в конечном итоге. Вот такая репка и получилась. А теперь посмотрите сказку о репке с новым уже смыслом. До свидания, до следующей лекции. Посадил дед репку и говорит Расти, расти, репка сладка, Расти, расти, репка крепка. Выросла репка сладка, крепка, Большая прибольшая. Пошел дед репку рвать. Тянет, потянет, Вытянуть не может. Позвал дед бабку. Бабка за детку, Детка за репку. Тянут, потянут, Вытянуть не могут. Ой, Ах, 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 ах. Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, Бабка за детку, Детка за репку. Тянут, потянут, Вытянуть не могут. Ой, Позвала внучка жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут по тяну, вытянуть не могут. Позвала жучка кошку. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут по тяну, вытянуть не могут. Позвала кошка мышку. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут по тяну, вытянули репку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok